Большая вода пришла в Татарстан. Как сообщает МЧС Республики, на Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах подъем воды привел к затоплению прилегающих территорий. В Нижнекамске частично потоплена набережная. В автоград под воду ушли земли садового товарищества «Энергетик». Всего 14 участков. Однако, когда сегодня съемочная группа программы «Челны-24» прибыла на место, выяснилось, что на деле масштабы бедствия гораздо серьезнее. Подробности в первом материале выпуска. Их подтопило, но на улицу вы без сапог не пройдете, делать нечего. По данным МЧС, в последнее время здесь ежедневно прибывает до 10 сантиметров воды. Соответственно, растет число оказавшихся под ней участков «Энергетик». Вода заполняет целые улицы, огороды, захватывает имущество садоводов, не щадит домашнюю живность. Туалет завалил, все. Короче, все убираю, насыпь сделал. Вода подошла, поднялась много. Вон у соседей, у тех вообще баня утопленная, все. Кирпичная баня тоже под водой. На сегодняшний день, по словам председателя СНТ «Энергетик», здесь насчитывается более 80 потопленных участков и более пяти улиц. Ситуацию усугубляют окружающие дачные общества «Озера», куда прибывает вода из поднимающейся камы. К дачникам стихии нагрянула около трех недель назад. Вот вода кругом. Ситуация чрезвычайная. Очень тяжело. Особенно, особенно, которые вот такие пожилые люди старались, сажали и остаются без урожая. Ничего никто не обещает, потому что это тоже неизвестно. Приезжали же и водолазы, делали, стенд установили на клапанах. Но вода все равно поступает. Мы об этом предупреждали. Говорили, что вода прибывает, потому что участок мы давно тут уже находимся. Мы знаем, как она прибывает и что бывает. Сказали, рану обождем еще. Ну и вот мы дождались. Сейчас на Нижнем Бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды составляет 57,93 метра, в то время как отметка опасного критического уровня 60 метров. По данным республиканского МЧС, ежедневный прирост воды может привести к еще большему числу затопленных территорий. При дальнейшем повышении уровня Нижнего Бьефа Нижнекамской ГЭС до 58 метров в зону подтопления могут попасть 86 участков ВСНТ «Энергетик» и 24 участка ВСНТ «Бережок». Чтобы стабилизировать сложившуюся ситуацию, президентом республики Татарстан Рустамом Минихановым направлено письмо Федеральное агентство водных ресурсов. Кроме того, на Жигулевском гидроузле увеличен объем сброса воды. Однако пока что колебания воды, в том числе и в силу неустойчивой погоды, сохраняются. А главное управление МЧС России по республике Татарстан рекомендует жителям населенных пунктов и владельцам садовых участков, находящихся в прибрежной зоне, позаботиться о сохранности имущества и быть готовыми к подтоплению. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны 24